Тоже всех рад приветствовать в этом общении. И текст, который в основании своей проповеди тоже хотел взять, он записан здесь у нас, и который стоит во главе. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Называться нам всем нравится, и называемся мы все, и в наше время много христиан. И что интересно, что даже сейчас христианские страны, они вступили в такой режим воинственный, и такой вопрос возникает, где же ваш Христос? Он же учил вас не войне, а любви. То есть мы называемся многие, а вот быть детьми Божьими – это другой вопрос. Немножко такое направление. Мы молодежь, я себя тоже в это число включаю, нам не очень нравится вообще говорить на эту тему. Нам нравится поговорить, что мы называемся, какой у нас статус есть, обязанности, как бы есть права, в своих правах мы часто любим поговорить, да, в своих правах. А об обязанности, ну как бы мы мелким таким шрифтом себе записываем, ну когда-то может пригодиться, мы это исполним. Но не об этом хотелось говорить. Хотелось говорить о том, как мы сейчас уже слышали, что эту способность нам быть детьми Божьими, это по любви Божьей мы имеем от Бога. Называться это тоже от Бога, но быть детьми Божьими – это тоже возможность такая прекрасная от Бога. И такая тема – образ жизни детей Божьих. В чем он проявляется? Образ жизни детей Божьих, он проявляется в чистой, непорочной жизни. Образ жизни детей Божьих, он всегда будет иметь проявление, однозначно. Если ты принадлежишь Богу, будет еще одна проповедь на эту тему, она более ярко откроет эту, Петр Францович будет говорить, отличие детей Божьих и детей дьявола, то есть противопоставление. Немножко как бы моя проповедь будет вступление к этой теме. Отвечу на несколько вопросов, чтобы нам быть более, как бы понять эту тему и мне быть более конкретным. На несколько вопросов постараемся ответить в этой теме. Что такое святость вообще? Почему дети Божьи стремятся к святости? Зачем дети Божьи стремятся к святости? И как проявляется стремление к сохранению чистоты, стремление к святости? Как проявляется жизнь детей Божьих? Ну, можно так сказать, четыре основных пункта. Постараюсь кратко. Что такое святость? В Библии встречается святость в разных формах этого выражения, этого слова, более 600 раз. То есть это слово, оно стоит не в последнюю очередь в Библии. То есть Библия уделяет этому слову особое значение. Особо много это слово упоминается, или это понятие упоминается в книге Левит. В ней устраивается служение храмовое и вообще служение священников, и их посвящение и так далее. То есть в этой книге особо много говорится о святости. Что такое святость? То есть очень просто, простое определение. Святой, священный – это физическая, моральная чистота, благочестивый, темориально освященный. То есть можно так сказать простым словом, святость – это чистота. Ну, чтобы нам проще было запомнить. Некоторые тексты, прочитаю, которые говорят, подтверждают эту мысль. Что такое святость? 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стиха прочитаю. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой святости и чести, а не страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим, противозаконно, корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к святости, не к нечистоте, но к святости». В этом тексте мы видим, что апостол Павел противоставляет нечистоту святости. То есть, можно так сказать, святость – это противоположное этому слову, это нечистота. Вот здесь мы видим страсти и похотения, то есть это жизнь по плоти, можно так сказать. Но если уже поконкретнее говорить, и апостол Павел здесь призывает к освящению, то есть освящение – отделение от всякой нечистоты. Свято, следовательно, это чистота. Первый Петра тоже эту мысль подтверждает, 1 глава, 14 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». То есть, похоти, жизнь по плоти или, так скажем, в похотях, в нечистоте, она противопоставляется жизни святости. То есть, святая жизнь, как я уже сказал, – это чистота. Святая жизнь противопоставляется жизни по плоти. Мы немножко ехали с молодежью и рассуждали на эту тему. И я вывел определение, которое, ну, как мы понимаем, и она, я думаю, не противоречит Библии. Святой. Как определяется святое? Святое, стремящееся к совершенству, постоянный и открытый. Об этом мы немножко попозже поговорим. То есть, понятно, да? Святость – это чистота. И дети Божьи, они определяются, как можно определить детей Божьих? Это те люди, которые стремятся к чистоте. Почему они стремятся к святости, дети Божьи? Несколько причин я выделил тоже в Священном Писании. Это же послание Петра, которое мы читали. Первая глава, пятнадцатый стих читаю. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Почему дети Божьи стремятся к чистоте, к святости? У них есть пример. Как мы слышали, если мы не знаем Христа, то мы не будем стремиться к чистоте. Почему столько вопросов часто возникает? Вот вчера мне понравилось, как Эдуард Иванович ответил. Мы не знаем часто, в кого мы верим. Вот и вся проблема. Если мы знаем, в кого мы верим, за кем мы последовали, мы знаем призвавшего нас святого, то обязательно мы будем так же поступать. А если мы не знаем, за кем пошли, как Гамалиил говорит, был такой, он с собой повел, вывел их в пустыню и оставил их там, чтобы у нашей жизни так же не было. То есть мы пошли, ну не знаю, за кем, вроде бы за Христом, а в итоге мы не знаем, к чему пришли. То есть мы должны знать Христа. Если мы знаем Бога, тогда мы знаем, к чему мы стремимся. Мы имеем пример святого, мы имеем пример святого Бога. Жизнь Иисуса Христа, она жизнь святая. И жизнь Его Отца, и вообще Его характер, если мы познаем, тогда в нашей жизни многое будет меняться. Еще почему дети Божьи стремятся к святости, ну это же мысль в Захаре, 8 глава, 17 стих написано, там перечисляются грехи Израиля, и Бог говорит, все это я ненавижу, все это нечистоту, это я все ненавижу, для меня это все противно. И отношение Бога ко греху, оно никогда не было, не изменяется. Что было в Ветхом Завете, что сейчас для Бога грех противен. И поэтому дети Божьи, познавая Бога, они понимают, что Богу это не нравится, для них это тоже становится противно. Вообще ненависть – это законное понятие или чувство, когда идет речь о грехе. Когда мы говорим друг о друге, когда мы не должны друг друга ненавидеть, мы должны друг друга любить, но мы должны ненавидеть грех. И еще один момент, почему дети Божьи стремятся к святости, 1 Иоанна 3 глава, прочитаю 9 стих. «Всякий, рожден от Бога, не делает греха, потому что семья его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». В этом переводе так написано. «Потому что семья его пребывает в нем, и он не любит грешить». То есть его природа изменена. Как мы уже слышали, после рождения свыше, в результате рождения свыше, мы имеем новую природу. Этот очень такой пример, можно сказать, часто его приводят. Это два животных. Может быть, кто-то встречался со свиньей и с овцой. Одна видит грязь, она постоянно туда сама лезет, потому что это ее природа, туда ее тянет. А овца, она видит грязь, она обязательно обойдет, пусть это будет десятью путями, как можно дальше, она постарается обойти грязь. Почему? Потому что ей противно. Если грязь попадает на ее шкуру, она постарается как можно быстрее себя это стряхнуть. Так же и в нашей жизни. Мы, получив рождение свыше от Бога, мы имеем новую природу, и поэтому для нас грех становится противным, как здесь мы прочитали. Потому что семья его пребывает в нем, и он не может грешить, для него он не хочет грешить, для него это противно. Для рожденного от Бога, для Дитя Божьего противен грех. Всякая нечистота для него противна. Поэтому он стремится к святости. Как-то, ну, мне пример пришел такой на память. Вот Бог в нас вкладывает, да? Вложил в нас это семья, Он хочет, чтобы мы его оправдывали. У нас есть в городе один очень богатый человек, он содержит предприятие. Наши братья, кто-то у него даже работал, знакомый с ним. И у него есть два сына. Он очень хорошо раскрутил предприятие. И, если не ошибаюсь, он даже имеет какое-то отношение с заграничной, делает поставки за границу. То есть даже международные какие-то у него там взаимоотношения есть. И один из его сыновей, то есть обоих сыновей, двоих своих сыновей он воспитывал. И вкладывал в них то, чтобы они сделали какое-то развитие, ну, как все родители, чтобы они вкладывались дальше в развитие его бизнеса. Или, как бы, хотел, чтобы на пенсии, или хочет, я думаю, что жить хорошо. И один из сыновей, он, как бы, уловил эту струну, и он взялся неплохо и развивает дальше его это дело. А один из сыновей, он немножко другим путем пошел. Он купил себе коней, развел себе, построил себе дом, ну, как из всего натурального, но, конечно, не за свои деньги, за деньги родителей. И жизнь такую ведет, как бы, я, говорит, за все натурально, но, конечно, не за свой счет, потому что он никогда бы это не потянул, за счет родителей. То есть, как бы, в него отец вложил и ожидает от него, чтобы он дальше продолжал его дело. Но это дело он не очень, как бы, продолжает, он только растрачивает все средства, и он даже не ценит. Нет, когда идет вопрос расплаты, он так просто раскидывает этими деньгами. Почему? Потому что он это не заработал. Или у него вообще какие-то другие цели. Бог в нас сложил новую природу для того, чтобы мы стремились к святости. Он хочет, чтобы мы оправдали его задачи, его цели. Он сам является святым Богом. Он хочет, чтобы мы тоже были святы. И как мы, как этот один из его сыновей, или мы растрачиваем это, живем, как бы, ну, для себя все устраиваем, или мы желаем вложиться в дело Божие. В этом выражается и наше стремление, и наша природа. Имеем ли мы эту природу, и стремимся ли мы к святости. Зачем дети Божьи стремятся к святости? Цель. Для чего дети Божьи стремятся к святости? Евреям 12 глава 14 стих написано «Без святости никто не увидит Бога». Еще эту же мысль подтверждает очень знакомый стих Матфея 5 глава 8 стих «Блаженно чистые сердца, ибо они Бога узрят». Для того, чтобы увидеть Бога, иметь с Ним встречу и окончательно встретиться с Ним на небесах, иметь участие в первой пришествии Иисуса Христа на эту землю, то есть как бы встречу восхищения и участие в церкви, нужно иметь чистое сердце, нужно стремиться к святости и к чистоте. То есть для нас есть цель. Как важно, когда мы беремся за любое какое-то дело, видеть цель. Если мы не видим цели, тогда мы будем идти просто вслепую и не зная, куда. Если мы видим цель, мы знаем, куда мы стремимся. Для сохранения, можно так сказать, совершенного Богом спасения. Здесь мы прочитали, «Без святости никто не увидит Бога». То есть мы понимаем, что Бог совершил за нас спасение. Я не об этом говорю речь, что для того, чтобы получить спасение. Более ярко эту мысль проиллюстрировать, чтобы чистоту нам нужно сохранять не для того, чтобы нам родиться, а для того, чтобы нам дальше жить. Чтобы в нашем доме наша жизнь продолжалась, нам нужно всегда поддерживать порядок. Это и моральная чистота, и физическая чистота. Чтобы наша жизнь продолжалась, продолжался род, необходимо поддерживать чистоту в доме. Если в нашем доме содержится чистота, порядок, тогда и нам приятно, и наша продолжительность жизни будет дальше развиваться. Если, к примеру, даже взять больницы, бы не поддерживали постоянную чистоту, там столько проходит больных и столько заразы. И вследствие того, что если бы не проводили, постоянно как бы не наводили порядок, какую-то обработку, тогда бы более вероятность была в том, чтобы многие заболели и быстрее бы умирали. Также в нашей жизни, для того, чтобы наше спасение сохранялось, нам необходимо поддерживать постоянную чистоту. Псалом 14, еще один момент, он говорит о том, кто может пребывать в жилище твоем, Псалом певец за этот вопрос. И он отвечает сам потом на этот вопрос. Те, кто ходят непорочно, те, кто хранят себя в чистоте. Для близости с Богом нам необходимо поддерживать чистоту. Чтобы нам сохранять добрые взаимоотношения с Богом, нам необходимо сохранять чистоту. Как-то Геннадий Константинович Крючков сказал такое выражение. Унесли, ну, когда появилась необходимость в обновлении, в пробуждении, он сказал такое выражение, слова Марии, унесли Господа, не зная, куда положили. То есть близкое отношение с Богом было утрачено в церквах. и все пошло, как бы, все шло, жизнь продолжалась, как будто бы, но отношения с Богом были прерваны. Почему? Потому что появилась нечистота в церкви и появилась нужда в том, чтобы пойти путем очищения и освящения. Еще для чего необходима чистота? Для плодотворного служения. 2 Тимофея, 2 глава, 21 стих, написано такое слово. 2 Тимофея, 2, 21. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в честь, освященным и благопотребным ладыке, годным на всякое доброе дело. Для пригодности или для плодотворного служения, можно так сказать, служение участвуют часто многие и, кажется, имеет успех. Но кто более плодотворно совершает служение, это те, кто хранят себя в чистоте. Те, служение совершается более плодотворно. Можно вспомнить пример один из Ветхого Завета и даже не один, их можно много привести в истории народа израильского. Израиль неоднократно совершался какой-то грех, если, к примеру, подошли они к Гаю, хотят взять этот город и думают, все у них получится. Но у них не получается, происходит поражение. Почему? Потому что нечистота. Ахан взял заклятое. Один из священников, Финиес, он заступился, когда в народе Божьем происходило серьезное поражение, и он заступился, он поразил тех, кто вносили грех, можно так сказать, народ израильский. И Бог говорит, что заключается с этим человеком завет, и, можно сказать, с этим родом, завет с его родом, и все его потомки, они были священниками. Почему? Потому что они стремились к чистоте, к сохранению в народе израильском чистоты. Их служение было более плодотворным, и Бог это увидел, и Он их поставил на это. Почему? Потому что они стремились к чистоте. Наше служение тоже будет более плодотворным, если мы будем стремиться к чистоте, к святости. Как проявляется стремление к святости? Как мы уже прочитали в первом послании Петра. Размышление о святом Боге, о нашем Боге. По примеру, призвавшего вас, будьте святы. Если мы не знаем святого, того, за которым мы пошли, тогда мы не будем стремиться к святости. Еще это подтверждение этой же мысли, 118-й Псалом, 9-й стих, написано «Как юноша содержать в чистоте путь свой хранением себя по Слову Твоему». Слово Божие самое хорошо открывает нам самого Бога. И чтобы нам правильно преуспевать святости, нам нужно рассуждать о Боге и о Его Слове. Еще как проявляется святость? Это ответственность, дисциплинировать себя в чистоте. 1 Тимофея, 4-я глава, 7-й стих, написано такое слово «Негодных и бабьих басен отвращайся, упражняй себя в благочестии». Апостол Павел говорит, Тимофей, для того, чтобы тебе развиваться, тебе нужно упражнять себя. То есть, нужна какая-то дисциплина. Без дисциплины мало что достигается в нашей жизни. и даже мы говорим о свободных людях. Как-то мы недавно с одним братом рассуждали об одном успешном человеке в нашем городе. Он занимается нефтяной промышленностью. Он говорит, что этот человек, у него в его жизни очень строго отстроена дисциплина. То есть, режим у него очень строгий. То есть, этот человек на протяжении своей жизни, он уже сейчас на пенсии находится, и у него жизнь довольно так в достатке. Он уже отстроил себе один дом, второй дом. То есть, постоянно как-то вот так вот живет. Почему? Потому что он понял, что в его жизни необходима дисциплина. Если мы пообщаемся более с такими успешными людьми в этом мире, которые достигают каких-то целей, это те люди, которые имеют какую-то дисциплину. Без дисциплины не достигается никакого результата. И даже любая сфера, музыка, еще какая-то сфера, то есть, для того, чтобы иметь успех, нужно постоянно иметь дисциплину, постоянный какой-то режим. Еще проявление святости, это жертвенная жизнь для Бога. Римлянам 12 глава написано, Римлянам 12, 1-2 написано, представьте тела ваши в жертву святую, живую, благоугодную Господу. То есть, наша жизнь, наши тела мы должны представить в жертву живую, святую. То есть, чтобы наша жизнь была святая, нам нужно представить себя в жертву. Жизнь отдачи, она жизнь не для себя, а жизнь для Бога. Еще одно проявление святости, это общение со святыми. апостол Иоанн тоже говорит в своем послании о святости, он тоже подтверждает эту же мысль. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так, всякие не делающие правды не есть от Бога, равны и не любящие брата своего. Он приравнивает любовь к братьям, это то же самое говорит, что проявление святости. И не любовь, это та же самая нечистота. То есть, если мы идем путем очищения, освящения, то мы будем стремиться к общению со святыми. Апостол Павел 2 Коринфянам 13 главе он говорит приветствует вас все святые в конце послания говорит приветствует вас все святые. То есть, святость будет проявляться в общении и стремлении к святым. Псаломопеис говорит к святым и дивным твоим к ним стремление мое. Святых становится меньше часто в последнее время, дивных больше. Но к кому мы стремимся? Что мы развиваем в себе? Святость или какое-то чудодействие? И еще последний момент Откровения 22 глава в одном из последних стихов в 11 стихе написано святой освящается и все еще. Святость она проявляется в освящении, в отделении, постоянном отделении от греха. И хотелось бы нас тоже призвать к тому, чтобы мы, по примеру призвавшего нас святого, чтобы мы стремились к этой же чистоте, которую Бог нам предлагает и дает. Мы понимаем, что сами по себе мы этого сделать не можем. Это совершил за нас Бог. Но для того, чтобы святость нам необходимо, и как мне понравилась одна мысль, аскетизм и воздержание необходимы не для получения спасения, а для сохранения спасения. Чтобы нам сохранить себя в чистоте, сохранить себя, дойти до цели, нам необходимо пребывать в святости, нам необходимо поддерживать как бы вот это состояние, которое даровал нам Господь. По результате возрождения свыше Бог называет нас святыми, Он дает нам эту новую природу, и Он хочет, чтобы мы дальше шли и совершали и приносили плод, но плод, чтобы наш был в чистоте и святости. И образ жизни детей Божьих, он обязательно проявится в чистой и непорочной жизни, в святой жизни, если так сказать, более как бы библейским текстом. Чистая, непорочная жизнь, и как важно, чтобы мы старались поддержать эту жизнь, чтобы мы оправдывали то положение и то призвание, для чего нас Бог призвал. Бог нас призвал, не к нечистоте, а к святости, чтобы мы старались сохранять себя в святости. И пусть нас в этом Бог благословит, чтобы мы стремились, и несмотря, может быть, на то, что, может быть, не все к этому стремятся, и чтобы мы не только назывались детьми Божьими, но чтобы мы и были ими, и это звание мы поддерживали. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,